Это видео целиком и полностью будет посвящено моему самому любимому, всемирно известному визажисту Марио Додивановику. Я для вас собрала просто массу ценной информации, и все это хочу поместить в одно видео. Я вам расскажу кратко о его биографии, о каких-то его приемах и техниках, которые я просто по крупицам собирала в интернете. Также я сделаю обзор на палетку теней, которую он недавно выпустил совместно с Анастасией Беверли-Хиллз, и также продемонстрирую вам ее в действии. Покажу вам, как сделать макияж, который он делал для канала И, это тоже очень известный американский канал. И этот макияж это как раз отличный пример того, как он в целом делает макияж, какие у него приемы, какие техники. Ну что ж, давайте приступать. Марио на данный момент всего 33 года, но добился он уже очень многого. Он начинал свою карьеру с продавца парфюмерии, и женщины часто путали его с визажистом, консультантом косметики, но он никогда не отказывался консультировать женщину, если была возможность, он где-то там наносил макияж. Если я не ошибаюсь, первое место его работы было в Сифоре. Я точно знаю, что он в Сифоре работал, просто не уверена, было ли это именно стартом его карьеры, но, по-моему, именно так и было. И, в общем-то, женщины к нему обращались за помощью, и он, конечно же, не брезговал это делать. Часто делал какие-то макияжи, и когда он заканчивал делать макияж или какое-то нанесение косметики, ему очень нравилось то чувство, когда он смотрит на клиента, и клиент сам смотрит на себя в зеркало, и ему очень нравится, как он выглядит. И именно из-за этого он и хотел стать визажистом. Его семья — это иммигрант из Албании. Он уже родился на территории США, но все равно он имеет очень такие сильные албанские корни. Его семья его не поддерживала, когда он хотел стать визажистом. Все ему говорили, что, пожалуйста, получи какое-то нормальное образование, найди себе какую-то более традиционную работу, которая будет приносить деньги, либо врачом там стать, либо каким-то, например, бухгалтером или кем-то таким. Но Марио в этом плане был упертым. Он сказал, что, пожалуйста, не забирайте у меня мою мечту, я хочу стать визажистом, я хочу попробовать, и я знаю, что я могу добиться успеха. И на это, скажем так, закрыли глаза, наверное, больше, чем его благословили. И он понимал, что если он не добьется успеха, то как бы все, ему придется с этой мечтой распрощаться, потому что нужно просто-напросто зарабатывать деньги. И он всегда говорит, что вот этот вот стимул внутренний всегда его подталкивал. Он знал, что он не имеет права не достичь успеха, потому что иначе, в общем-то, его семья окажется права, и ему придется всю жизнь работать на какой-то очень скучной работе, которая вообще не приносит ему удовольствия. Он работал очень много, помогая разным визажистам, он работал на каких-то фотосъемках, ассистировал очень много, и потом он как бы начал постепенно-постепенно уже работать сам. И первая его такая серьезная была работа, это для обложки журнала, и когда он пришел выполнять этот макияж, то моделью была Ким Кардашьян. Это было 10 лет назад, и с того времени они не разлучаются, они лучшие друзья, это не просто как бы уже рабочие отношения между ними, и, скажем так, она помогла ему стать знаменитым, наверное, отчасти, потому что она по сей день является его главным клиентом, и именно ее макияж, вот который все пытаются повторить на ютюбе, с вот этим контурированием, с какими-то смакияй, это огромный-огромный-огромный тренд, и именно он создал вот это венье, и его очень часто сравнивают тоже с Алланом Снайдером, это визажист Марлин Монро, что он как бы современный Аллан Снайдер, то есть он создал вот этот вот образ культовый, который сейчас просто на пике популярности, и уже очень долго он находится на пике популярности, и как бы вы ни относились к самой Ким Кардашьян, может быть вы ее любите, может быть вы ее не любите, я ее знаю только вот через призму как бы визажиста Марио, я не слежу там за ее карьерой, что она делает, но мне всегда нравится, как она выглядит, мне всегда нравится ее макияж, мне всегда нравится, насколько он подчеркивает естественную красоту, и она на данный момент является самой фотографируемой женщиной в мире, именно поэтому ее сравнивают с Марлин Монро, и его собственно сравнивают с визажистом Марлин Монро, потому что он тоже создал ей определенный образ, который сейчас можно сказать, что уже стал такой иконой стиля, что касается его техник макияжа, то именно его макияжи начали огромный тренд контурирования, до того как он начал делать контурирование, до того как это стало известным, и до того как это появилось на Ким Кардашьян, никто особо контурирование не знал, и никто этим особо не занимался, то есть контурирование всегда присутствовало в работе, даже скорее не визажистов, а наверное скорее гримеров, но вот так вот, чтобы просто визажист обычному клиенту делал контурирование, делал хайлайт, такого в принципе не было до того, как это сделал популярным Марио, если вы помните, когда-то был бешеный бум на банановую пудру от Бен Най, вот именно он этот тренд и запустил, то есть он начал использовать эту пудру, опять-таки на Ким Кардашьян, и она разлетелась просто с феноменальной скоростью, все хотели ее купить, даже у Бен Найн на сайте было написано, что к сожалению мы вынуждены ограничить продажу этой пудры по две штуки на человека, то есть не больше чем две штуки, один человек мог купить, из-за огромной популярности этой пудры, и из-за того, насколько сильно все ее хотят получить, помимо контурирования, я не буду на этом сильно останавливаться, помимо контурирования, сейчас очень популярен его метод нанесения теней, тени он наносит очень тонкими слоями, то есть он постоянно растушевывает и добавляет новые и новые и новые слои, то есть он может на макияж глаз потратить, я не знаю, минут там 20-30, и эти 20-30 минут будет занимать простая тушевка, когда он кистью вот так вот просто наносит оттенок, он работает достаточно пушистыми кистями, то есть не такими вот, которые набивают цвет, а такие скорее, которые его растушевывают, то есть достаточно большие такие растушевочные кисти у него в коллекции, в крайней мере это то, что я замечала, когда он выполнял макияж, и я эту тему наслаивания оттенков уже недавно раскрыла в своем видео о технике нанесения теней, обязательно нажмите на бутылочку I, это вас перенесет на то видео, вы сможете его посмотреть, сегодня я прям так сильно детально на этом останавливаться не буду, но я вам могу просто гарантировать, что если вы попробуете эту технику, то точно в ней не разочаруетесь, даже если вам изначально кажется, что в ней нет ничего особенного, и не нужно делать настолько много шагов, что можно это сделать быстрее, поверьте, это не так, можно сделать похожие эффекты быстрее, но тем не менее вот весь этот труд, он окупается, потому что выглядит это намного лучше, теперь давайте поговорим о палетке, которую он недавно выпустил, чтобы вам не показалось, что это какая-то реклама, палетка это лимитная, я ее покупала за свои деньги, и так как я являюсь огромным просто фанатом его работы, то я сразу знала, что я эту палетку себе закажу, если вы не знаете, кто такой Марио Де Дивановик, то посмотрев на эту палетку, вы ничего особенного в ней не увидите, потому что это не та палетка, которую, знаете, вы увидите в интернете, или вы будете проходить в магазине, посмотрите на нее, и поймете, что вот да, вот эту палетку я хочу, она вот своим внешним видом вообще ничем не отличается от миллиона других каких-то нейтральных палеток, но если вы знаете, кто такой Марио Де Дивановик, кто увидит эту палетку, вы увидите его в этой палетке, и вы увидите все его макияжи в этой палетке, поэтому, если они вам нравятся, то вам 100% захочется ее купить, кстати говоря, палетка, это уже распродано полностью в Сифори, она распродана полностью на официальном сайте Анастасия Беверли Хьюз, я сегодня проверяла, она еще доступна на сайте Ульта, ну и всегда эти палетки продаются на ebay, правда, я когда смотрела последний раз, стоимость этой палетки была, по-моему, 150 долларов, то есть, конкретно они так накручивают цену, потому что, это действительно такие горячие пирожки, которые разошлись моментально, с сайта Анастасия Беверли Хьюз, за день раскупили эту палетку, так вот, что касается того, какого она качества, здесь я останавливаться сильно много не буду, потому что качество потрясающее, то есть, и тушуется, и стойкость хорошая, вот даже ничего не буду об этом говорить, потому что качество феноменальное, я даже, не знаю, не побоюсь это сказать, но мне тени в этой палетке нравятся больше, чем тени в палетке Ларак, да, я это сказала, вот на данный момент, это моя сейчас самая любимая палетка, и я, наверное, слегка здесь субъективно все-таки, но мне безумно просто нравится, как получаются мои макияжи с этой палеткой, и в последний месяц, все видео, которые вы видели, вот, наверное, 90% макияжа я выполняла с помощью этой палетки, сейчас на мне макияж тоже, я делаю с помощью этой палетки, и, что касается подбора оттенков, то сразу видно, что эту палетку делал визажист, почему, потому что здесь собрано просто все, что нужно, что мне нравится в этой палетке, так это то, что здесь собрано вот эти вот три матовых оттенка, один холодный такой вот средний оттенок, один теплый средний оттенок, и один такой вот теплый, или скорее даже нейтральный, темный оттенок коричневого, вот это именно вот эти три оттенка, это такая идеальная база для всех вообще макияжей, которые можно придумать, если вам кажется, что вот эти два оттенка очень теплые, то я бы так не сказала, вот этот, да, он тепленький такой, тепловатым выглядит на глазах, вот этот же, он когда растушеванный, он выглядит очень нейтрально, а все остальные оттенки помогут вам создать вариации, ну, как бы одного и того же общего вида, вот какого-то такого вот нейтрального, но в то же время с небольшими такими изменениями, еще мне в палетке особенно нравится оттенок Марина, просто потрясающей красоты тени, подходит под любой, в принципе, макияж, и что еще уникального в этой палетке, и в текстуре этих теней, то что здесь очень много сатиновых текстур, но тем не менее, когда вы наносите их на веко, у них нет какого-то вот этого дешевого перламутера, и можно даже сатиновой текстурой сделать полностью смоки-ай, то есть использовать, например, полностью сатиновый оттенок, и тушевать его и в складку, и поверх вкладки, то есть когда вы берете вот этот сатиновый оттенок, и наносите его на веко, он не создает вот этот блик, который вот в нависших веках, особенно очень плохо смотрится, и кажется, что нависание еще больше, он скорее больше становится похожий на матовую текстуру, но с таким вот более каким-то интересным элементом, свочи тоже вот я вам все обязательно покажу на эту палетку, мне она безумно нравится, я огромный фанат этой палетки, я нисколько не жалею, что я ее купила, и если у вас есть возможность, если вам нравится такого рода макияжи, я вам советую ее заказать, пока еще не поздно, пока они не распроданы до конца, и давайте я вам сейчас покажу тоже макияж, который он выложил в своем инстаграм, и рассказывал, какие оттенки он использовал для того, чтобы сделать этот макияж, делал он естественно этот макияж с помощью этой палетки, и я подсмотрела этот макияж, и решила его продублировать на себе, давайте в общем-то я вам сейчас его и продемонстрирую, сегодня я буду использовать базу от Maybelline Color Tattoo в оттенке Creme de Rose, эту базу я наношу на все века, и распределяю хорошенько, первый оттенок, который я возьму, это будет оттенок Голливуд, и я его беру на небольшую плоскую кисть, набираю совсем немножко, в основном сосредоточьтесь этим оттенком под аркой, и немножко растушуете к низу, и также этот оттенок он наносил во внутренний уголок глаза, немножко растушевывал к середине века, дальше вам понадобится какая-то достаточно большая пушистая кисть, Марио любит работать именно такими кистями, я набираю на эту кисть оттенок Muse, совсем слегка промакиваю этот оттенок кистью, и потом несколько раз вот так вот прохожусь по руке, втушевываю этот оттенок как в кисть, так и немножко пигмента оставляю на руке, таким образом, когда мы будем переносить это все на века, то оттенок ляжет мягче, начиная с внешнего уголка, прохожусь сначала по подвижному веку, и потом слегка начинаю уже этой кистью гулять, и из-за того, что она такая большая и пушистая, она сразу начинает этот оттенок растушевывать. У Марио все макияжи очень сильно такие растушеванные, очень мягкие, дымчатые с какой-то стороны, поэтому он всегда работает вот такого плана кистями, для того, чтобы оттенок не ложился, очень пигментированно, а наоборот создавал такую как бы дымку этого оттенка. И, как видите, буквально сразу этот оттенок очень легко тушуется, то есть практически никаких усилий я не прилагала, моментально я сделала растушевку, и сейчас просто поправляю эту форму, которая мне нужна. Если этот оттенок кажется вам недостаточным, можно еще немножко набрать, проделать опять такие же втирающие движения на руке, и после этого немножко углубить внешний уголок глаза, и опять-таки все это хорошенько растушевать. И сейчас должно быть достаточно хорошо видно, как сработали вот эти два цвета вместе, то есть тушевка как будто уходит от этого цвета к этому, и вот это сатиновый оттенок, но в то же время он не выглядит сатиновым, то есть не выглядит вот таким вот как перламутром у меня на веки, хотя у меня и на висшие веки, но тем не менее смотрится это практически как матовый оттенок, но с легкой-легкой такой вот какой-то перламутровой частью в этом матовом оттенке, по-моему, очень круто выглядит. Дальше мне понадобится какая-то плотно набитая кисть, я буду брать кисть из палетки, и набирать на нее оттенок Kim. Опять-таки несколько раз прохожусь по руке, чуть-чуть втушевываю этот оттенок в кисть и в руку, и наношу этот оттенок я после на центр века, буквально вот такими вот похлопывающими движениями, несколько раз им прохожусь, и вот кажется, как будто это ничего толком и не сделало, но все равно это немножко добавило глубину и объем к центру века, сильно это не изменило макияж, но в то же время какую-то изюминку ему добавило. Теперь я беру такую же гуляющую пушистую кисть, но немножко меньшего размера, и буду ей прорабатывать нижнее веко. На эту кисть я также наношу оттенок Muse, и очень хорошо прорабатываю этот оттенок на руке, потому что внизу нам не нужен такой сильный пигмент, нам нужно сделать дымку этим оттенком, и хотя я сняла основной пигмент на руку, посмотрите все равно, насколько хорошо эти тени отдаются на века. И вот таким вот образом я заканчиваю макияж, соединяя нижнее и верхнее века, соединяя здесь золотой оттенок с вот этим вот медным, и все еще раз растушевываю, потому что тушевка это главный секрет Марио, все его макияжи очень сильно растушеваны, то есть он на тушевку тратит основную часть времени, именно поэтому все его макияжи очень мягкие такие и деликатные. По большому счету с тенями у нас все, теперь мне осталось только накрасить ресницы, накрасить нужно обязательно очень хорошо как верхние, так и нижние ресницы. Сейчас я это сделаю и сразу же вернусь к вам. Ресницы я накрасила, и по сути макияж на этом можно считать законченным. Марио, конечно, всегда клеит накладные ресницы, он большой фанат пучковых ресниц, не ленточных целых, а именно пучковых, и я сейчас тоже наклею небольшой такой вот элемент во внешний уголок глаза, вы посмотрите, как это трансформирует этот макияж, и сделает его более интересным. Ресницы я наклеила, если хотите знать, каким способом я их клеила, то у меня недавно на эту тему было видео. Нажимайте на буквочку I, которую вы сейчас видите в правом углу вашего экрана, сможете перейти на то видео. А на этом я буду заканчивать этот макияж. Сейчас вот вы видите его самый финальный результат. Как по мне, то это такая действительно современная классика, очень красиво, очень нежно, очень деликатно, поэтому если вы тоже фанат таких макияжей, то вам очень пригодятся все техники, о которых я сегодня рассказывала в видео. Ну вот и все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и было для вас полезным. Обязательно поставьте мне палец вверх, поделитесь своими впечатлениями об этом видео, напишите мне комментарий, будет очень приятно почитать и с вами пообщаться, и на этом я буду с вами прощаться, увидимся в следующих видео. Пока!